Аварийная посадка самолета, клубы дыма, кареты скорой помощи и спасатели. В международном аэропорту Махачкала, к счастью, произошло не ЧП. Все это пожарно-тактические учения, совместные. Личный состав МЧС и сотрудники аэровокзала отработали навыки поведения в чрезвычайной ситуации. Как все прошло, расскажет Наталья Ханбабаева. По сценарию учений на борту этого самолета находятся 240 пассажиров и 7 членов экипажа. На то, чтобы потушить пожар, у спасателей ограниченное время. Медлить нельзя, ведь в реальных условиях любая задержка может стоить человеческой жизни. Пожарно-тактические учения МЧС словно съемки блокбастера, но у дагестанских спасателей все гораздо серьезнее. На то, чтобы справиться с пожаром, у них только 15 минут. По легенде учений, во время полета отказал один из двигателей воздушного судна. При жесткой посадке авиалайнера произошло возгорание. Воздушное судно выкатилось за взлетно-посадочную полосу. Командующий учениями оперативно распределяет задачи. Пожарная бригада приступает к работе, а пассажиров срочно эвакуируют. Не обошлось и без пострадавших. Врачи бегут на помощь. Они очень нужны, эти учения, потому что отрабатываются слаженность. Наконец понимают люди, что нужно делать, как нужно. Какие-то недочеты, все это потом разбирается и устраняется. Совместные учения МЧС и службы аэропорта проходят второй раз. В Дагестане подобных аварийных ситуаций не возникало, однако надо быть готовыми ко всему. Для нас было важно показать, что аэропорт Махачкала, главное управление МЧС, совместно мы готовы и к приему, и к критическим ситуациям, и аварийным ситуациям. Для нас это было достаточно важно. Настоящие учения показали, что есть над чем работать, скажем так. Есть те моменты, которые необходимо устранять. Но в целом учения прошли достаточно успешно. В цели учений достигнуты личный состав и администрация аэропорта отработала действие на оценку хорошо. Всего в масштабных учениях задействовали около 90 человек. Это личный состав МЧС и сотрудники аэропорта, а также 22 единицы техники. Наталья Ханбабаева, Саид Кутиев. Время новостей.